добрый день мои дорогие друзья я дома и сейчас я хочу поесть беру сливочное масло потому что только на нем это будет вкусно вот масло у меня какое масло у меня тут софийка софийка 75 процентов сейчас мы его растопим немножко а затем я туда сброшу зеленый горошек люблю зеленый горошек жареный так просто мне его неинтересно есть а вот на сливочном масле это очень вкусно потому что сегодня я совершенно не хочу не каши и не картошки ничего я хочу зеленый горошек вместе с курицей куры я сделала вчера в духовке не хочет вылетать куры из духовки одну одну кусочку я съела а еще у меня вот столько аришка говорит с утра мне один день миша сходил в сад и потекли сопли ну вот вот такой сад у нас все ходят говорит сопливые родители водят а я говорит не могу ну вот решила опять три дня подержать его дома а потом уже надеюсь что сопли пройдут ну что это такое что это за безобразие так надо сделать огонь больше это очень долго будет долго будет он поджариваться курицу жарить не буду хочу хочу чтобы она была холодная люблю холодную куру вот когда у нас остается этот шашлык то только холодный никогда не разогревая и курицу если делаешь в духовке на бут на этой самой на бутылке или в пакете тоже никогда не разогреваю всегда ем холодную сейчас это обжарится немножко на тарелочку выложу и с курочкой будет очень очень вкусно вот в очках стою девчонки вот эти вот очки кто-то писал такие красивые да они красивые но у них сначала выпадала одну стекло теперь другой я даже их протереть не могла начинаю протирать они отваливаются протираю отваливаются сейчас вот отдела даже даже и не встает сюда вот такое вот где я заказала и не провели и не проверила и не проверила сразу вот нет чтобы сразу проверить и потом написать что с выломанными окнами стеклами заговариваюсь фу как сегодня жарко я даже отопление отопление выключила на улице такая погода замечательная 16 градусов у нас сейчас а говорят что еще 20 будет ну неужели будет 20 неужели вообще разденемся как летом в автобусе ехать было невозможно я же на на рынок ездила на полоцкий ехать было невозможно полный этот автобус детей везли их а куда их везли интересно везли сюда на ленинах этот концертный зал а что там что-то в концертном зале не знаю и дышать вообще невозможно было и окна открыли и все все равно жарко жарко и как хорошо когда тепло только надо было мне сегодня одеться полегче потому что в теплые байки даже и в жилетке все равно было жарко все можно можно выключать вот такой вот девочки обед горошек не весь выложила половинку это слишком много правда а то растолстею вкусненько только на масле жарьте принесли сегодня газеты сегодня пятница надо позвонить в этом самому на почту заведующий новый апостольон что стала носить в четверг говорит у них много за этих самых там не газеты там все еще что-то еще что-то никто так никогда не делал это тебе приносит пятницу на газеты обязана приносить тот день когда они пришли и это уже которую неделю я думала мало ли что на прошлой неделе случилось скорее всего что она просто делит напополам позвоню обязательно я вообще жаловаться не люблю но я и жаловаться не буду я просто спрошу что теперь газеты должны выходить пятницу вот пришли мои родительские дома и советчица и советчица газеты дорожают а вовремя не приходят вот да вот написано четверг четверг десятого числа она должна прийти это а на этой написано или не написано на это может это и написано но нет самое я не вижу не вижу есть что-нибудь тут хорошее или нет если курицу можно есть холодную то горошек нам только теплый ладно девочки если я потом что-нибудь найду я обязательно вам прочту а сейчас что-то я вам хотела рассказать вчера когда спекла вот эти вот пирожные никого к себе не созвала решка говорит ай уже не хочется пока максима в школу отправила наш двум часам его отправляет люди позвонила ой говорит я так устала сегодня домой она уходит четвертом часу я после работы приходи не пойду домой очень-очень устала а то не бесполезно уже приглашать она питается очень аккуратно она не ест печеное на не ест батоны она не ест конфеты на есть рыбу на есть мясо но так ест это все раньше когда она была замужем я пироги пекла и всегда звала звала на пироги потому что ну что я спеку а кто будет есть потом столько времени надо что есть вкусное свежая раньше она приходила ко мне сможем вместе а теперь нет говорит я не дем это я это не ем я это не ем я говорю такая если я куплю на день рождения тортик тогда как ну вот в прошлом году нет в прошлом году я покупала готовый заказывала на фабрике в позапрошлом году аришка делала она ела ела со мной тортик вот так очень аккуратно относится поэтому она такая стройненькая стройненькая и молода выглядит она на два года мне младше вот в этом наверное и 69 будет и однажды знаете забыла сколько мне лет но это не сейчас не сейчас не в этом возрасте когда-то наверное лет 10 назад что-то мне стукнуло сколько же ты мне лет я пошла к Тане и говорит Таня сколько тебе лет она говорит не скажу я говорю так я хочу узнать не сколько тебе а сколько это мне потому что я на два года старше ну посмеялись посмеялись вот вот так вот как хорошо на улице как там замечательно уже и дома топила говорят в домах затопили я показала вам куртку девочки но сняла отдельным видео думаю ай пусть она будет отдельным это пусть будет отдельным сюда что-нибудь добавлю потому что видео с моим походом фикс прайс я хочу отдельно ладно мои хорошие надо мне это кушать чтоб не отвлекаться и чтоб не жевать с вами потом у меня еще глажки лежит много летние платья перестирала которые так вот оденешь один снимешь видео снимешь потом другое то что ношу несколько дней то конечно сразу же мойку стирается а эти такие думаю ай надо на зиму перестирать пусть висят уже чистые 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 уже висели вот шмяка пришел со мной вместе даже домой не зазвать на улице ночевать хочет на улице тепло 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 у нас кроме рынка никуда больше не ходила там и так от автобуса далеко теперь и автобусы еще дальше сделали этот мост странный странный мост такой поднимается я бы хотела его конечно вам заснять но его невозможно заснять он такой длинный и он как то там идет какими-то загугуленными как он там идет я не знаю вот и попробовала поснимать ничего мне не получилось так кусочек потому что он как то прямо вот поднимается и уже задняя часть его не видно ну хороший рынок полоцкий намного лучше чем чем смоленский хоть у нас закрытый он такой вот но он холодный он зимой холодный хоть он закрытый только то что на голову не льется но он и дороже поэтому получается так что платят продавцы дороже налоги здесь платят больше поэтому вещи здесь у нас дороже но я вчера прошла по рынку я посмотрела почему шьет все такое темное или народ наш хочет такое темное носить я помню когда я работала в кинотеатре у нас был сто лишь слесарь толик он работал на заводе но у нас в кинотеатре подрабатывал и у него сестра а где же она жила где-то за границей девочки то ли швеция то ли швейцария не помню но вот такое вот не польша не болгария какое-то другое небольшое государство и он тогда журналы привозил оттуда вот там мы любили очень смотреть эти журналы удобно говорю как это вот мы тогда еще не знали давно было не знали как это можно по журналу что-то заказать а теперь у нас пожалуйста тоже Валберис заходи считай что по журналу заказывай вот и он говорит какие у нас люди вот какая одежда у нас мрачная такая говорит там если идет женщина если у нее даже темное пальто то шарфик обязательно шарфик берет шапочка все это яркое вот говорит и вообще одежда какая-то яркая такая а у нас все стараются одеть потемнее чтобы не пачкалась чтобы я тоже одно время очень любила черную одежду очень любила потом я последнее платье я купила черное оно трикотажное я у Светы моей покупала она привозила я не знаю откуда то ли с Италии то ли еще откуда-то потому что раньше когда это было проще она работала и она возила вещи не такие что вот поедет с Москвы там Китай привезет хорошие вещи они были не дешевые но но вещь действительно ее купишь и в город пойдешь там тебя не будет раз два три четыре пять вот и я тогда купила как-то мне надо было куда-то идти в то время когда я работала получала уже пенсию то я могла себе позволить я могла себе позволить я еще тогда в Турцию не летала поэтому то что я зарабатывала я могла потратить на одежду на красивую вот и я тогда купила платье оно такое вот такой вот вырез и здесь еще двойная такая вот оборка ну что я куда я его одела один раз в театр один раз там на сабантуйно какой-то все платье висит платье висит куда носить куда вот носить платье второе у Светы купила тигровое ну вот то можно еще в поликлинику допустим одеть оно было с хомутом так хомут был вот такой вот огромный его можно было одевать как капюшон но я потом его отрезала потому что мне как-то это вот здесь я вообще не люблю я люблю все открытое мне мешает вот это вот и шарфы вот эти все мешают и вороты эти мешают не люблю не эти как они как они вот эти вот зовут гольфики эти гольфики да вот не люблю он не мешает на шее все мне надо чтобы было поглубже чтоб легко дышалось а сейчас вот пройдешь по базов по рынку все кто работал когда-то раньше они все ушли с рынка все это бросили у людей мало денег хорошее дорогое они не покупают а то что сейчас привозят покупают так потому что надо что то носить людусь очень давно не работала наш последнее время все работала в этом в автобусе потом уже ушла на пенсию бросила тут вальки там подрабатывает не в него не постоянно некоторые дни и не одна работает она работает валька работает та самая с которой я ездила не моя соседка а то с которой я ездила последний раз а вот она у нее подрабатывает ну просто помогает ей разложиться и сложиться вот и она и там копеечку какую-то так с барского плеча дает вот но людусь и говорит но надо надо потому что тот кто говорит еще знакомые остались они говорит сами стоят так не могут там тоже оставлять прилавки так с кем-то говорит надо вот надо одно надо другое куртку надо сапоги надо сейчас она купила как они называются девочки короткие такие мягкие теплые типа ботинок типа коротких сапог чуни такие как они называются что вот в прошлом году по моему или в позапрошлом было модно очень но у нее такие красивенькие она на валдерес купила они как-то вокруг ножки в резиночка и сверху как бы рюшечка такая вот но дело в том что вот так вот мне тоже они очень понравились 45 рублей на наши деньги стоят но дело в том что если на станет вот так как в прошлом году мокрота и слякоть такие вещи не здесь невозможно носить у меня осенние замшевые сапоги на тонкой подошве на тонкой совершенно на тонкой выйдешь моментально ноги промочишь вторые у меня сапоги они как это сказать на рыбьем меху рыжие мои мне не очень нравится я их один раз одела купила и накупила я на рынке вот эти привозят неплохую обувь тоже но я их одела попала под мокроту под эту под слякоть и рассыпались правда я заплатила хорошо заплатила чтобы не их привели в порядок заклеили и он сказал только на батарею не ложите и аккуратно в воду лучше не надо они замшевые замшевые на рыбьем меху не зимние и не не осенние но я их обожаю я их обожаю но если вот что это такое дождь пошел дождь идет давно не было соскучились ай-яй-яй-яй надо идти шмяка домой звать ай-яй-яй только я расхваливала шикарнейшую погоду температура у нас как стояла пока то и стоит так много градусов там не вижу ровно сколько но больше пятнадцати вот и дождь пошел девочки ладно мои хорошие не знаю сколько я там проговорила с вами немножко поговорила не может ничего интересного но горошек мы остыли уже буду я кушать попробуйте пожарьте на сливочном масле вкусно надо наверное уже ехать к новому году закупаться в этот фикс прайс там горошек там вот фасоли белая не стала я фасоль тоже люблю жареную белую красную не люблю люблю белую надо вот эти баночки купить и пусть она стоят да еще бутылочку коньяка надо посмотреть другом месте потому что в нашем вот этом 77 пятница здесь другой дорогой коньяк я обычно покупаю арагви а тут мне продавец посоветовала какой-то она говорит это минский разлив а это то ли грузинский то ли армянский кто там выпускает книги вот этот говорит лучше кто пробовал говорят что этот лучше но как я не разбираюсь то цена у них одинаковая емкость одинаковая можно попробовать и и не белорусский правда все мои хорошие на сегодня все